Редактору журнала «Эль Декорэйшн» Екатерине Вагнер мы рекомендуем выставку Фриды Кала в Венском Бэнк-Острия Кунстфорум. В России никогда не видели подлинники работ Кала, но знают о ее существовании по голливудскому байопику Сальмой Хаек. Ее сюрреалистическая живопись — это острое мексиканское блюдо, хотя специалисты считывают и еврейско-индейское происхождение самой Фриды, и католическое окружение, и психоделический опыт. В конце жизни она лечила страдания наркотиками. Сегодня в Европе бум Фриды Кала. У ее единственной работы в Лувре толпы, как у Джоконды. Ее персональная экспозиция в Тейт-Моден побила все рекорды посещаемости музея — 370 тысяч человек. В конце концов, Мадонна, ее адепт, собрала самую большую частную коллекцию Фриды Кала. Венская выставка продлится до 5 декабря. Журналисту Илье Васюнину и его подруге и репортеру Олесе Герасименко мы рекомендуем подумать об отдыхе после Олимпиады в Пекине, посещение архитектурных чудес, оставшихся от Олимпиады, новое туристическое направление в Китае. Обратите внимание на архитектурный аттракцион австралийского бюро ПТВ — «Водный куб». Кубическое здание, обшитое синими подушками из тефлона, два года назад поразило воображение пловцов. После Олимпиады «Водный куб» стал самым удивительным аквапарком в мире. Под потолком висят гигантские медузы и пузыри воды. Посетителям предлагают попробовать подводное торнадо, а в выходные там проводят экзотические вечеринки. Китайская пресса с придыханием вспоминает «Лебединое озеро» в исполнении российского императорского балета прямо среди бассейнов с джакузи. Промоутеру клуба «Солянка» Сергею Сергееву мы советуем вспомнить юность. Крюдер и дофмайстер из «Бэк» — так называется концерт электронных звезд 90-х в нью-йоркском «Нокия Теттер». Когда-то альбом «The Key in D Sessions» звучал в Нью-Йорке из всех модных щелей, от баров до лофтов дизайнерских гостиниц. Питер Крюдер и Рихард Дорфмайстер — отличники австрийского музыкального образования, могли бы играть в хорошем оркестре. Например, Дорфмайстер — дипломированный флейтист, что, впрочем, никак не сказалось на их ошеломляющем клубном успехе, который они собираются вернуть в 2010 году. А продюсеру Илье Куликову, который на этот раз не попал на Венецианский кинофестиваль, мы советуем собирать вещи на относительно Новый Римский. Он откроется 23 октября. Фестиваль начнется с романтической ленты «Последняя ночь» с Кирой Найтли и Евой Мендес, иранского режиссера Месси Таджидин. Фестиваль упрекают в обостренной ностальгии по золотому веку итальянского кино. Отсюда эта тяга к романтическим фильмам, которые особенно хорошо смотрятся в Риме.